Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Я работал на зеле 30 лет. Вы были женаты, у вас были детки? Да. Сын вообще родился 1 июня 1986 года. Двое детей у меня было. А в августе я уже поехал туда. Как проходил отбор? Я знаю, что как раз наличие детей было одним из факторов отбора. Тех, у кого было двое детей, вот как раз посылали на крышу непосредственно, где большие дозы заболучения. А тех, у кого не было детей, старались не посылать. А у меня дети уже были, поэтому я туда и попал. Как вас отпустили дома? Что сказала супруга? Наверняка было много переживаний. Хотя, наверное, вы толком и не знали, да? Никто ничего не знал. Сказали надо. Пришли в инкомат, прошли комиссию. Потом сказали ждать. В одно прекрасное время позвонили. Сказали вперед. Садили на автобус. Привезли нас в Курск, переодели. Там сферонировали. Кого-то отсели назад, отправили кого-то. Была какая-то особая экипировка? Да нет. Обыкновенная в военной форме. Потом до Киева. А с Киева уже непосредственно с части машины пришли. Одних в одну часть, других в другую часть. Я попал в Крыгот. Там непосредственно километров 7-8 от реактора. В зоне уже мы там стояли. Мы делали вокруг станции насыпь. Вот так метров, наверное, 5. И фильтры ставили, чтобы в половоде, когда разольется, все, чтобы через фильтры проходила вода уже более-менее очищенной. Вот мы этим занимались месяца-два. А потом нас послали на крышу сбрасывать. Ну, там уранные трубы были, графит. Там роботы-то и сказали. Вот они там. И нас туда послали. Ну, непосредственно вызвали, построили. Привезли, переодели. И туда там руководил генерал. И двое, по-моему, два медика были. Тоже военные, по-моему. Ну, и в подсобном помещении там мониторов штук 5, наверное. И тебе показывают. По пятеркам нас где проподелили. И пятерка выходит. Вся процедура занимает 2 минуты. А на самой крыши-то вообще 50 секунд. Ну, и вот тебе показывают, что вынажды сделали. Вот мы сбрасывали там уранную трубу. Она там повисла. А вот нас построили. Генерал сказал. И мы непосредственно сбросили эту уранную трубу. Потом сигнал, сирена звучит, и ты оттуда выбегаешь. А вы когда только приехали, какую картину вы увидели? Было что-то, что напугало немножко, насторожило? Честно признаться, были-то молодые. Ну, выброс делает этот реактор. Там же крыши не было, ни сахаркофала не было, ничего не было. Ну, мы стоим, смотрим. О, как хорошо. Ветер не в нашу сторону. А 7 километров, там же 30 километров, а там же стояли. Ну, и довольны. Ну, и поехали. Сначала ничего не ощущалось. Волосы выпадали. Волосы в баню пойдешь, прям пачками, конечно, выпадали. Ну, у кого как? У кого нет, у кого... Ну, я вот это вот почувствовал. А потом, когда уже с крыши слезли, нас в часть привезли, день нам дали, кровь взяли. Там, на анализ. Ну, и у меня еще маленький ребенок же был, я вам говорил. Ну, вот. И оттуда опять на Курск и домой. Ну, сначала это все было нормально, а потом потихоньку-потихоньку начало здоровье-то хуршаться. Это сколько времени прошло? Ну, вы ведь знаете те времена, ведь мы держались за работу. То есть вы до последнего никуда, естественно, не обращались в работу? Ну, ладно, ну, придешь в поликлинику, смотрят на тебя, молодой, поработает. А потом уж, когда мне отнялась рука, нога, вот, мы послали в Москву. На Ленинский город 4-го управления. Там отлежал, рука-то отошла, а нога так она до сих пор. Ну, и в больницу пошло и поехало. Вот в больницу ляжешь, что-нибудь, но найдут. А если что-нибудь тебе нашли, то в голове отпечатывается, что надо лечиться. А ты и так принимаешь целую горсть таблеток ежедневно. То это болит, то это лучше не знать. Какие выводы вы делаете сейчас? Вот прошло уже столько лет. Сейчас уже можно по-другому посмотреть на эту ситуацию. Может быть, у вас сейчас есть какое-то решение, как нужно было действовать тогда? Вот что вы думаете об этом? Вот, ну, вот честно сказать, ну, ведь тоже власть ведь хотела сделать все. Не нашими руками роботу послать, там, эту послать. Ну, видите, они отказали, ничего не делали. А ведь время шло. Все, он же выбрасывает постоянно. Надо же кому-то было делать. Надо же было закрывать, чтобы другие территории. Ведь докатилась-то ведь и до Рязанской области, вы же знаете, есть у нас зона и по всем. Ну, надо было кому-то сделать. Ну, не я, но другой пришел. Пятый, десятый. Ну, народу больше бы пострадал. А если что-то попало, ну, что там выбирать? Как на роду написано. Какие-то блага от того, что вы там были? Дополнительная премия, еще что-то. Что-то такое было? Да было. Сейчас, честно сказать, много поснимали. Сейчас нас приравняли. Просто конвалентов у нас нет. Статус из Чернополя. Нас его отняли. За телефон не платили. Бесплатную езду отняли. За квартиру отняли. Много чего. Так нас приравняли к простым инвалидам. Короче, что инвалид, что я, никакая разница. А была какая-то обида на то, что вот пока дети учились, да, в школе что-то рассказывают потом в институте, что-то. Информация-то все равно разная. Те, кто видел это, и те, кто писал потом об этом, они смотрели другими глазами. Может, и не было рассказывать хорошо. Ради Бога. Ваша семья, как она поживает? Чем вы занимаетесь сейчас? У вас есть внуки. Чем вы себя развлекаете и радуете? Внуки у меня есть. У сына пока нет. А у дочери есть внук и внучка. Ну, они спрашивают что-то наверняка? Или вы стараетесь эту тему опускать? Вообще-то ничего не говорю. У вас есть награды, недаром вы их надели. Расскажите, о чем они говорят. Ну, это вот орден мужества за крышу как раз мне дали. Вот. Это заслуг перед отечеством. Ну, достойно, значит, дали. Какое количество ваших ровесников до сих пор живы, здоровы, встречаются? Ну, вот у нас по области нас было по области полторы тысячи, а осталось тысячи. Ну, больше половины. Уже нет. Ну, уже ведь возраст. Года-то подходит. Ну, вот. Уж срочники у нас там тоже ребят были. Уж они старые стали, не говоря уж о нас. Так что потихонечку, полигонечку. Ну, слава богу, ходим. Ничего. Что бы вы сказали семьям, у которых, может быть, уже не у кого спросить, что там было на самом деле? Или которые тяжелее, чем вы пережили вот эту ситуацию, и не знают, как с ней справиться, и не знают, к кому обратиться? Да, прощаться, конечно, надо в Союз Чернополя. У нас очень хорошая организация. И мы всю дорогу, у нас есть свои юристы, которые помогут. И они приходят, между прочим, обращаются. У нас вдовы. Постоянно приходят. Давайте тогда мы скажем, как к вам обратиться, как вас найти. Может быть, телефон какой-то назовете. Может быть, у вас сайт есть. У нас телефон Чернополя есть официальный. И там есть свои представители, областные, районные. Все у нас все есть. Все телефоны, все. И юрист свой есть, к нему можно позвонить, а можно и прийти. Ну, конечно, для разговора желательно прийти. Ведь у нас как послойцы скажут, если хочешь, чтобы тебе отказали, то позвоним по телефону. А так, с глазу на глаз, все здорово. Ну, лучше поговорить, объяснить. И все. Так что вопросы у нас решаются. Александр Владимирович, я очень рада, что вы к нам все-таки пришли, не ограничились телефонным звонком. Наш коллектив желает вам только удачи, вашей семье терпения, потому что, я думаю, что есть с чем справляться. Вы просто умалчиваете об этом. Да ничего, как-нибудь переживи. Побольше здоровья и хороших эмоций. Спасибо вам большое. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова